Здравствуйте, меня зовут Владимир, я учусь на третьем курсе психологии в Межрегиональной Академии Управления Персоналом. Який балл потребен, чтобы вступить сюда? Якие предметы? Сколько стоит контракт? Чтобы поступить, надо минимально проходной балл набрать, это 100 баллов, так как у нас только контракт присутствует, нет бюджетных мест. Предметы на мою специальность это обязательно биология, английский по желанию и украинский. Ну так как еще с современными решениями министерства надо сдавать теперь и математику, так что теперь сложнее жить получается. Контракт стоит от 21 тысячи где-то, ну и там плюс еще магистратура будет уже подороже. Тобі подобается специальность, яку ти обрав? Ти самостійно ухвалював це решение. Чому тобі це цікаво? Вообще, с этой специальностью у меня длинный путь, можно так сказать. Я с ней познакомился еще в классе восьмом где-то, когда у меня классный руководитель просто был психологом, ну и остался, слава богу. И я так вдохновился еще в восьмом классе, что вот мне нравится это вот изучение людей, так это все красиво, там можно это еще и применять в своих целях, конечно, что не надо, но, блин, интересно все-таки. И вот в одиннадцатом классе меня это смотивировало практически прямо перед подачей документов на ЗНО. Мне дали почитать Фрейда. Там такой толстяний талмуд по психоанализу, я его прочитал, и мне вот прям заинтересовала вот эта вся тематика и вот дело самого психолога. И вот так я решил стать психологом. Сама психология это наука, как понятно из названия, о психике. Это изучение человеческого феномена и так далее, и тому все вытекающее из этого вот всего добра. На первом курсе идут пока что внедрительные в первом семестре, там небольшие специальности типа как математика была, чтобы статистику было удобно собирать, украинский тоже все, считая школьная программа одиннадцатого класса в начале. Ну и несколько предметов по психологии. Это загальная психология, это вступ до специальности. На этих предметах нам рассказывали, что такое психология, как она работает и зачем вы вообще будете психологом. И вот после этих предметов начинается уже второй семестр, и там уже идут более узконаправленные предметы, такие как, например, практикум по психологии, который идет не один семестр, и зоопсихология, то что мы тоже животные и можем изучать и то, и другое одновременно, потому что так надо. И там еще много специальностей, честно, я уже забыл их всех, это был первый курс. На втором курсе идут уже совсем узконаправленные, нам дают право выбора некоторых предметов, которые ты уже, может, будешь в будущем ими пользоваться. Например, там психология, залежные поведенки. Это когда мы изучаем людей с зависимыми, с какими-то зависимостями, то же самое алкоголизм и так далее и тому подобное. Кстати, у нас еще есть чат, если у вас вдруг какие-то есть вопросы или еще что-то, задавайте туда, мы вам ответим, обязательно. Ким ты стаешь, закінчивши цю специальность? Чи великий попит в Украине на таких специалистов? Ну, я учусь на практического психолога, то есть я обычный психолог, я еще помогаю тем, кому можно помочь, если так грубо говоря. Но там есть много направлений. Есть медицинская психология, в которой ты можешь быть психотерапевтом, то есть это уже и медицинское дело изучается, и ты можешь работать и, например, в больницах, диспансерах и так далее. И вот если ты идешь на обычного психолога, это на самом деле довольно-таки обширная специальность. У тебя есть возможность пойти даже на маркетинг, потому что в маркетинге люди работают с людьми, там надо уметь правильно преподать что-нибудь, рассказать. И в этом дело вступает психолог, потому что он уже достаточно знает человеческий феномен, он знает, где лучше что, как человек что понимает. Это, например. Ну и, конечно же, можно пойти само по себе, по специальности. Ты можешь устроиться в какую-нибудь компанию, или ты открыть свою практику можешь, быть как коучем, это как нынче принято называть психологом, или же свою практику открыть и давать вот такие вот услуги. Психолог, он, вот именно практический психолог, он не лечит. Он только дает направление, так сказать, человеку пойти в правильную дорогу. Мы не можем там именно конкретно что-то помочь, мы можем только направить человека, чтобы он решил эту проблему. Мы, допустим, работаем на то же самое ОКР. Это, конечно, уже клиническое заболевание, но оно напрямую взаимодействует с прошлым и психикой человека. Почему оно возникло, как оно возникло, вот психолог примерно этим и занимается. Он разбирает прошлое, либо возможное будущее, так сказать, предполагаемое, и дает человеку направление. Там для этого используется много методик разных, те же самые проективные методики, там символ драмы и так далее и тому подобное. И благодаря вот этим вот делам всем мы помогаем людям. Спасибо преподавателям, которые призывают учеников, чтобы студентов, чтобы они как-то были заинтересованы в этом деле. Я уже был на, так сказать, на живой практике. Я работал уже с детьми. И это на самом деле сложновато. Просто в плане для себя ты потом еще остаешься с этими мыслями. Это надо обдумать чуть-чуть. Но работу можно найти, конечно. Только надо иметь к этому желание. Если ты идешь просто поучиться для себя, это, конечно, хорошо. Да, психология для себя, тем более, это очень, очень хорошо. Но если ты идешь работать именно по этой специальности, то да, я думаю, можно. Я тоже уже планирую где-то найти такую вот специальность, работу по специальности. Начальный психолог, он не может брать за свои услуги там много денег, потому что, ну, репутация не позволяет, потому что без репутации ты никто, а какой-то человек, который что-то рассказывает. Поэтому надо набираться практики и так далее, и тогда ты можешь зарабатывать, ну, где-то до двадцатки, до двадцати тысяч в месяц. Конечно, грех. Ну, конечно, если ты дорастешь до такого уровня, когда ты будешь просить уже не пятьсот гривен за сеанс, а пятьсот баксов, то тогда, я думаю, и больше двадцати за месяц получишь. Чи можно працювати, еще не закінчивши универ? Як поеднувати работу та навчання? Я знаю только, что вот у нас есть одна девочка, она именно на медицинском направлении, наша параллельная группа, считайте, и она работает и учится по специальности. Она в каком-то психологическом центре, если я не ошибаюсь, там тоже там с преподавателем она предложила, она согласилась. Небольшая работа в... Там сначала с документа мне нам предлагают разбирать вот такие вот огромные талмуты личных дел. Конечно, это все конфиденциально, ничего не скажу, ничего не расскажу. Но вот суть работы заключается в том, что тебе дают вот такое, ты анализируешь, выдаешь то, что ты мог там своими знаниями заработать, и тебе вот дают такую оценку, и, может быть, даже работу уже на постоянной основе предложат. Ну, это практически... Это считайте практическая работа, как набирание опыта. И все. Ну, совмещать пока специальность с третьим курсом... Конечно, это уже выпускной курс, но все равно еще не так много знаний и опыта. Чо є студенти, які йдуть зі спеціальності? Чому вони це роблять? Ну, насчет уходят, я не скажу честно, у нас только пару человек на заочку перейшло, потому что нашли работу не по специальности, там свои дела, обстоятельства, ну, к нам скорее приходят. На втором курсе к нам присоединилось пару человек, социолог и маркетолог. Нам даже приходят, поэтому мы такая востребованная специальность. Успешный психолог, ну, в первую очередь, это, наверное, внимательность, усидчивость и терпение. Потому что работа с людьми – это вот как раз таки три этих фактора. Ты внимательно слушаешь, ты обрабатываешь эту информацию и максимальное терпение, потому что люди разные бывают, приходят и очень эмоциональные, и есть, которыми надо работать очень долго, чтобы уже он хотя бы здрасте тебе сказал. Да, бывают и такие люди, конечно, не без этого. Но вот три таких важных фактора. Чи є програми обміну студентів для цієї специальности? Да, я помню, нам говорили на втором курсе, как раз перед курсовой, когда я не сильно внимательно слушал, но есть, ну, была информация о том, что у нас есть возможность поехать в Европу и так далее, за границу, чтобы там учиться год где-то. Ты, как бы, не отчисляйся у нас, но ты получаешь, так сказать, больше опыта и знаний за границей. Но при этом диплом, там, тебе это не пойдет, как бы, в диплом, но для тебя это очень хорошие знания получаются. Які три речи тобі найбільше подобаются у твоему универі и які три найменші? Вообще, я не выбирал университет, и вообще, как у меня не было определенной цели из университета, я увидел просто, что у меня там был знакомый, он рассказал мне про этот университет, я еще рекламу увидел и думаю, ну, а почему бы и нет? Как бы, я на бюджет точно не претендовал, но тут мог попробовать свои силы, так сказать. Три вещи. Это преподаватели, удобное расположение самого университета и то, что абсолютно все, что надо уйти в самом университете, находится именно на территории. И общежития, и корпуса, и там покушать можно. Все есть именно на территории. Это вот самый огромный плюс. Ну, наверное, разве что, общежития не много такие, бывают моменты, типа, не сильно чисто, бывает, но это больше от студентов, конечно, зависит, и отопление не всегда включает. А так, в принципе, все окей. ЧИ ОБОВЯЗКОВО ВЧИТИСЬ В УНІВЕРІ, ЧОБ ОПАНУВАТИ ЦЮ СПЕЦІАЛЬНИСТЬ? ЧО ДАЄ САМЕ УНІВЕРСИТЕТ? Смотря для чего ты хочешь стать психологом. Если ты хочешь для себя знать, получить знания психолога и так далее, то, вот именно практического, так называемого психолога обычного, то ты можешь и сам это почитать дома, получить себе нужные знания и ходить довольный. Но если ты планируешь работать именно по специальности, использовать эти навыки и так далее, вот уже именно узконаправленно, то, конечно, надо ходить в университет. Там, тем более, тебе расскажут все на своем опыте преподаватели. Дадут практическую базу обязательную, это на втором и на четвертом курсе. Ты получишь уже и, так сказать, полностью тебя погрузят в это дело. И еще диплом, конечно. Это тоже довольно влияет, довольно сильно влияет на то, чтобы устроиться на работу или если ты свою практику открываешь, то там, чтобы люди видели, что ты не просто так решил стать психологом, там, почитав Фрейда. Насколько качественное выкладание? Чи можно стать хорошим специалистом, лишь обучающим университетом, без самоосвяти и работы? Ну, изучая просто теорию, наверное, не совсем. Все-таки ты должен иметь какой-то опыт в этом деле, хоть минимальный, ну, буквально там поработать с двумя-тремя людьми, и ты уже будешь понимать, что да к чему. Но теоретическая база тоже дает сильное влияние, то есть у тебя есть знания, ты знаешь, как их использовать, но у тебя не было с этим опыта. Если ты впервые пойдешь работать, то есть без практики какой-либо, ты там можешь где-нибудь запнуться, запороть что-то, и как бы будет проблема. Ну, то же самое, конечно, мы не врачи, но у нас тоже есть такое негласное правило, это не навредить. Поэтому все-таки надо иметь хоть какую-то такую небольшую базу практическую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова